Юные виркутинские журналисты стали призерами престижного всероссийского конкурса «Проба-пера». По традиции, состязание ежегодно проходит в дни весенних каникул среди учащихся 8-11 классов. Организатор – Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. Именно того университета, куда с малых ногтей мечтает попасть каждый школяр. Цель мероприятия – отобрать талантливую молодежь, которая уже профессионально настроена и придет поступать на следующий год. Выигрывает один человек, а остальные проходят хорошую школу. Когда сели за эти парты, когда нам уже вывесили время, где был отчет, это самое, наверное, было трудное. Смотреть на это время и видеть, как у тебя просто убегают секунды или даже били секунды. Задания были достаточно не то что трудные, они были интересные, над которыми действительно можно было посидеть и подумать. Это было в первый день. Точнее, в первый и во второй день были тесты. И во второй день, когда была пресс-конференция, нам тоже было безумно интересно, потому что нам, помимо того, что мы выполняем сами задания, была возможность пообщаться с интересными людьми, писателями, писателями. Поэтому от поездки в целом я очень довольна. Проба пера – двухэтапное состязание. Первый – дистанционные воспитанники клуба начинающих журналистов «Полярная сова» прошли без труда. А вот второй, очный этап, заставил изрядно потрудиться юных корреспондентов, операторов и газетчиков. На все про все у них были лишь сутки. За это время «Полярные советы» побывали на специальных мастер-классах и пресс-конференциях. С конкурсантами делились опытом ведущие журналисты и специалисты в области массовых коммуникаций. После участники получили задания. Первой команде воркутинцев предстояло за ночь придумать дизайн, концепцию и сверстать целую газету. Второй – нужно было придумать интересный сюжет для телевизионного репортажа. Найти за короткое время в чужом и абсолютно незнакомом городе респондентов снять достаточно видео и за ночь создать захватывающий материал. Мы постоянно работаем, это контактная работа, то есть кто-то пишет, кто-то верстает. Мы все заняты делом и никто практически не спал ночью. Мы должны показать весь свой профессионализм, свою оперативность, прежде всего, как журналисты. Поэтому, да, одна ночь, в принципе, это достаточно, я думаю. Но, с другой стороны, конечно, если бы у нас было больше времени, мы бы все свои силы полностью вложили, все свое творчество. Там расширено, как бы это сделали, намного больше всего. Но, что есть, то есть, как говорится. Конкурс помогает школьникам найти свой путь в жизни и определиться с будущей профессией. Это хороший шанс оценить свои силы на фоне остальных студий со всей страны и наметить перспективы для дальнейшего совершенствования. Проба «Пера» позволяет ребятам понять, что школьная газета нужна не только руководству школы, что вся их работа делается не зря. Здесь они находят отклик своей деятельности. Педагог клуба начинающих журналистов Ирина Маратканова рассказала, что начинает готовить своих подопечных к участию в пробе «Пера» с первых дней обучения. Но на время творческого состязания «Полярные советы» остаются без своего бессменного наставника. В этот момент главное – не поддаваться панике. В этот раз мы сработались, как-то вот неожиданно так получилось, что мы прям включились в работу. Первое время у нас не было идеи, многое не выходило, мы в панике пытались додумать, что же все-таки сделать. И на монтаж со съемки осталось не так много времени, но при этом мы справились, сработались. Кате пришлось целую ночь не спать, она монтировала очень долго и упорно. И при этом мы сделали, и я считаю, что это большой успех, потому что у нас получилось, действительно получилось. За плечами юных воркутинских журналистов уже не одна крупная победа на конкурсах всероссийского масштаба. Главный залог их успеха – сплоченная команда, творческий подход к любому делу и любимый педагог рядом, признаются воспитанники дворца. В скором времени молодые таланты отправятся покорять столицу. Они стали финалистами трех конкурсов от российского движения школьников. И в конце мая поедут в Москву на большой школьный пикник. А мы пожелаем им удачи и новых свершений.